Главный регион испанского виноделия, который славится своей простой, но по-домашнему вкусной кухней, с живописными пейзажами и, конечно, хорошими винами. Как насчет того, чтобы сходить на самую известную улицу этой провинции с интересной историей и более чем 60 барами и ресторанами? Отправиться на винодельню, чтобы узнать кое-что новое о винах, продегустировать самые лучшие из них, любуюсь местными пейзажами, и попробовать что-то из местной кухни. Вы со мной? Если да, то вперед! Нас с мужем пригласили по работе посетить винодельческий завод, который находится в регионе Ля Риоха в Испании. Также мы решили устроить себе небольшой гастротур в этом регионе, который славится не только своими винами, но и своей кухней. Добирались мы на авто из Барселоны до Ля Риохи. Это около пяти часов. Вот так выглядит наш отель, который нам, кстати, оплатила эта винодельня. И у нас есть пригласительные на знаменитую улицу баров и ресторанов, куда мы сейчас и отправимся. Ля Риоха – это самая маленькая область в Испании, расположенная в долине реки Эбру. И свои названия регион получил тоже благодаря реке, уже другой реке Оха, притоку Эбра. По-испански – Рио Оха. Сейчас мы находимся в городе Логроньо, который является столицей региона Ля Риоха. Это небольшой город с населением всего 150 тысяч человек, который расположен на берегу реки Эбру. Одно из местных достопримечательностей является Кае Ла Урель, или улица Лавровая, с многочисленными барами и ресторанчиками, расположенными на ней. Интересно, организуют даже специальные туры на эту улицу. Вы можете приобрести специальные жетоны, и за каждый жетон вам дается напиток и одна закуска на выбор. В каждом из баров и ресторанов. Интересный факт об этой улице. Другое ее название – это проход слонов. Точнее, это ее народное название. И раньше на этой улице жили и работали жрицы любви. Это была своего рода местная улица красных фонарей. И чтобы оповестить клиентов, дамы, которые были свободны на тот момент, на свой балкон вывешивали ветку лавра. И во времена кризиса вся улица, точнее все балконы на этой улице, были с лавровыми ветками, что и привело к названию улицы. Также ее называют «Путь слонов». В былые времена люди сюда приходили выпивать алкоголь со своими рожками. Это такая индивидуальная посуда для напитков. Сейчас на этой улице расположено более 60 баров и ресторанов, в которых вы попробуете очень много вкусностей местной кухни. И, конечно, вы можете дополнить закуски бокалом местных вин. А для тех, кто не употребляет алкоголь, есть и безалкогольные вина, также местного производства. Кухня региона для Риоха богата и разнообразна. В гастрономии этого региона доминируют мясо и бобовые. Также здесь готовят много рыбы и овощей. И часто в многие блюда добавляется вино. Здесь много готовят блюд из баранины в разных видах. Из рыбы популярны треска и хек в специальном соусе из овощей. И тунец с помидорами. Очень много разных блюд из овощей. Картошки, фасоли. Здесь часто готовят красный сладкий перец. Перец, фаршированный мясом, грибами или треской. Также любят артишоки с хамоном и белую спаржу. И очень любят бобовые. Часто готовят фасоль, тушеную с колбасками. Фасоль с картофелем и мясом или рыбой. Голодными точно никто не уедет из этой провинции. Здесь знают толк в том, как вкусно поесть и выпить хорошего вина. Регион Ля-Риоха имеет мягкий климат. Леса, горы, реки и расположение на пути Святого Иакова. Это земля путешественников и странствующих, где заметно влияние обмена культурой. В Риохе производят приблизительно около 300 миллионов литров вина в год. На следующий день у нас была запланирована экскурсия на винодельческий завод и дегустация местных вин. В начале нам все показали и рассказали, как, что здесь происходит. Кстати, интересно. Я никогда до этого не была на таких производствах. Да, здесь не везде можно делать фото и видео, поэтому сняла только часть этого производства. Риоху называют колыбелью испанского виноделия. По праву, это самый известный винодельческий регион во всей Испании, несмотря на свои довольно небольшие размеры. В Риохе существуют два стиля вина модернистский и классический. Под классическим понимают выдержку вина согласно действующему законодательству. Классический купаж сортов. Выдержка в американском дубе. Модернистский стиль зародился в 70-х годах прошлого века и под ним понимают уменьшение сроков выдержки. Изменение классического купажа на чистое темпронильо или международные сорта. Использование французского дуба и выпуск вин с отдельных виноградников. И затем мы уже отправились на дегустацию вин производства этого завода. Посмотрите, в каком красивом помещении проводятся дегустации. Здесь очень красиво. По крайней мере, мне очень понравилось. Риоха это не только красные вина, как, наверное, думает большинство. Также здесь делают белые вина на основе местного сорта винограда виура и розовое вина, сделанные на основе сорта гарнача. Это вина с фруктовым ароматом и хорошей кислотностью во вкусе. Обычно красные вина риохи делают из нескольких сортов винограда. Основу бленда практически всегда составляет сорт темпронильо, который дополняют сортами гарнача, масуэло, грассиано. Риохские вина обычно выдерживают в дубе до трех лет, а затем разливают в бутылки и оставляют зреть от полугода до шести лет. Вино бывает разного возраста. Ховен – это молодое вино текущего года. Крианца – вино, выдержанное в бочках и бутылках не менее двух лет. Резерва – выдержка не менее трех лет. Гран-резерва – выдержка от четырех лет для Росе и белого вина и пяти лет для красного вина. После дегустации вина мы были приглашены на обед в ресторан, где нам предложили особое меню. На закуску у нас овощи и свежий тунец. На горячие у меня треска в соусе. И на десерт – типичный местный десерт – торриха с мороженым. И посмотрите, какой красивый интерьер в этом ресторане. Такой старинный. Честно, мне очень нравятся рестораны в таком стиле. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайком, а мой канал подпиской. Всем спасибо и пока!